Уважаемые послы, уважаемые делегаты, благодарю, что предоставили мне слово. Поскольку полная версия нашего сообщения слишком длинная, я зачитаю ее сокращенный вариант. В дополнение к этому выступлению мои коллеги Андреа Ферранта, Исаль Варес и Рамона выступят в группах по цифровизации, устойчивым продовольственным системам и здоровому питанию, а также декаде семейных фермерских хозяйств и молодежи. В качестве представителя гражданского общества я выступаю от имени сети продовольственного суверенитета Нелени в Европе и Центральной Азии, которая объединяет все слои организации гражданского общества – мелких фермеров, скотоводов, мелких и кустарных рыболовецких хозяйств, коренных народов, мигрантов и сельскохозяйственных рабочих, потребителей НПО, а также сельских женщин и молодежь нашего региона. Позвольте мне начать с точки зрения женщин. Я выступаю от имени женщин-фермеров, женщин-скотоводов, рыбаков, коренных народов, потребителей НПО, которые являются движущей силой сети продовольственного суверенитета Нелени в Европе и Центральной Азии. Они создали продовольственные системы, которые кормили нас в прошлом, продолжают кормить нас сегодня и будут кормить нас всех завтра. Мы являемся сердцевиной продовольственной и сельскохозяйственной системы. Мы те, кто жизненно важен для нашего коллективного выживания. Женщины противостоят патриархату и разрушительным политическим, социальным и экономическим системам, ведя коллективную борьбу за продовольственный суверенитет и феминизм и создавая жизнеспособные сельскохозяйственные системы, основанные на агроэкологических методах ведения сельского хозяйства, которые не только улучшают производство продовольства, но и работают с гармонией с природой. Мы являемся основой любой устойчивой продовольственной системы благодаря сохранению семян и агробиоразнообразию, а также уважения к оперителям и благодаря нашим общинам. Наша практика предлагает решения. Мы инвестируем в агроэкологию, а также в циклическую, солидарную, феминистскую экономику. Мы подтверждаем, что это необходимо для восстановления и формирования нашего будущего и восстановления наших прав. Именно мы генерируем местные знания, строим и формируем социальную справедливость, поощряем нашу соответственную, разнообразную самобытность и культуру и укрепляем видение нашего общества, основанное на отношениях между мужчиной и женщинами, основанных на достоинстве, справедливости, равенстве и равноправии. Несмотря на то, что мы играем жизненную важную роль и веками делимся своими знаниями и передаем их, мы по-прежнему сталкиваемся с дискриминацией, насилием и эксплуатацией в целях получения прибыли. По-прежнему существуют неравные возможности в области образования. Наши экономические, социальные, юридические и политические права не признаются в полной мере, а государственная политика не гарантирует нам равного социального и экономического участия. Наши права на доступ к земле, вспомогательным услугам, финансовым и экономическим ресурсам и юридическое признание остаются минимальными. Несмотря на это, мы представляем большинство производителей продовольствия и продолжаем выполнять неоплачиваемую основную работу, связанную с продовольствием, такую как переработка, приготовление, хранение и сбережение семян. Мы, молодые женщины, теряем наши земли, наши территории и наши природные ресурсы, а также нашу работу. Это является результатом перемещения и вынужденной миграции, особенно в условиях нынешних углубляющихся глобальных многочисленных кризисов. Сегодня первым из этих глобальных кризисов является пандемия COVID-19. Эта пандемия усугубляет ранее существовавшее неравенство, обнажая уязвимость социальных, политических и экономических систем. Мы сталкиваемся с более серьезным воздействием, потому что и так зарабатываем меньше, страдаем от отсутствия гарантии занятости и часто живем в черте бедности или даже ниже черти бедности. Именно мы выполняем неоплачиваемую работу по уходу, которая возросла во время карантинных мер. Именно мы сталкиваемся с гендерным насилием, которое также возросло во время пандемии. И, наконец, именно мы не были включены и не получили признания при планировании большинства ответных мер и принятии решений в связи с пандемией COVID-19. Пандемия COVID-19 фактически углубила существующее экономическое неравенство и социальную несправедливость. Она подталкивала и продолжает подталкивать многих сельских и городских жителей нашего региона к серьезной финансовой нестабильности. Паденные рабочие, как рабочие мигранты на полях, так и на предприятиях прищевой промышленности, часто не имеют социальной защиты. Когда заболевает, это относится как и в Западной Европе, так и в других странах нашего региона. МОД четко указала на рост числа нарушений прав трудящихся, уделяя особое внимание мигрантам и работникам агропродовольственных цепочек. Об этом свидетельствует ослабление прав человека на питание и многих других прав во многих государствах нашего региона. Ограничения, введенные в ответ на пандемию, оказали и продолжают оказывать воздействие на источники дохода многих мелких производителей продовольствия, как фермеров, так и рыбаков и скотоводов. Помимо этих проблем со здоровьем, в некоторых частях нашего региона отмечается рост политического насилия и политической нестабильности, а также криминализация народного сопротивления, включая войны. Мы осуждаем войну и призываем все государства нашего региона вносить свой вклад в миростроительство на основе социальной справедливости. Война разрушительна. Нестабильность и угнетение особенно жестокие для сельского хозяйства. Очевидно, что это затрагивает производство продовольства и производственно-сбытовые цепочки и представляет особую опасность для мелких производителей продовольствия в этих зонах, а также для городской бедноты. Продовольственная безопасность связана с миром, а продовольственный суверенитет с правом народов определяет свои собственные продовольственные системы и своим правом на достаточное и приемлемое с культурной точки зрения питания и продовольствия. Этому вопросу необходимо уделять приоритетное внимание в нашем регионе. Также во всем регионе было выявлено отсутствие поддержки для пожилых людей и инвалидов. Существует необходимость демократизации наших обществ и всестороннего участия молодежи в политических процессах и процессах принятия решения. Мы должны обеспечить, чтобы повсюду в обществе молодежь могла развивать свои лидерские качества. В нашем регионе нам нужна целостная политика интеграции молодежи в сельских районах путем демократизации земли и создания прямого найма на работу, доступа к местным и территориальным рынкам, жилья и производствам продуктов питания, которые предоставляют полные права на землю, которые признают законные права коренных народов, крестьян и других лиц, работающих в сельских районах, что включает в себя право на жизнь и надлежащие стандарты, право на землю и территорию, семена, производственные ресурсы, рынки, информацию, справедливость и равенство между женщинами и мужчинами. Нам необходимо, чтобы десятилетия семейных фермерских хозяйств и десятилетия действий ООН по проблемам питания рассматривались как уникальные возможности для обеспечения согласованной политики и приверженности правительств, основанных на обязательств в области прав человека, и чтобы эти инициативы представляли собой нечто большее, чем формальность. Эти два десятилетия должны рассматриваться как реальная возможность для обеспечения политики и государственных инвестиций, которые приносят пользу и поддержку мелким производителям продовольствия и семейным фермерским хозяйствам в сельских и городских общинах по всему региону. Спрос на продовольственные банки увеличился на 40%. Закрытие школ прошлой весной означало, что многие дети были лишены школьного питания, зачастую единственного источника здоровой пищи в день. В результате экономического кризиса были и происходят массовые потери рабочих мест, что приводит к бездомности и неспособности покупать здоровую пищу. Эта нехватка здоровой пищи, в свою очередь, приводит к ослаблению иммунной системы и увеличению риска базовых заболеваний, что, в свою очередь, означает, что люди в меньшей степени способны сопротивляться и в случае, если они заразятся COVID-19. Основными сопутствующими болезнями, которые делают людей уязвимыми COVID-19, являются неинфекционные заболевания, связанные с промышленным питанием, такие как болезни сердца, диабет, а также недоедание, ожирение и недостаточное питание, недостаток минералов, витаминов С и Д. Приоритизация торговли и международных рынков в ущерб местным рынкам и мелким производителям продовольствия была и остается отягчающим фактором. Несколько исследований, проведенных ФАО и механизмом гражданского общества и коренных народов, ясно показали, что короткие продовольственные цепочки и территориальные продовольственные системы оказались наиболее устойчивыми. Мы однозначно считаем, что нам необходимо продвигать все аспекты агроэкологии в рамках ответных мер на COVID-19 со стороны учреждений ООН и государств, а также местных органов власти и интегрировать наши ответные меры на COVID-19 во обсуждение вопросов продовольственных систем и питания так, как мы еще до этого не делали. Вот почему так важно оказывать более широкую поддержку инновациям местных продовольственных систем и содействовать обмену опытом на региональном уровне в целях преодоления многочисленных экологических, социальных и экономических кризисов, с которыми мы сталкиваемся. Для преодоления этих проблем нам необходимо радикально изменить парадигму и перейти от торгового, продовольственной и сельскохозяйственной политики, основанных на правах человека, поскольку торговый подход многократно показал свое несостоятельное на различных уровнях. Именно поэтому распространение и осуществление как декларации ООН о правах крестьян и других лиц, работающих в сельском районах, так и декларации ООН о правах коренных народов на региональном, национальном и местных уровнях имеет решающее значение. Кроме того, в связи с неизбежным подходом и неоднозначным приветствованием процесса цифровизации нам также необходимо обратить большое внимание на вопрос о праве собственности на данные производителей продовольствия и коренных народов, поскольку в настоящее время они отбираются у них без их предварительного или осознанного согласия. Этому необходимо положить конец. Нам необходимо немедленно прекратить весь текущий захват данных у мелких производителей продовольствия и вести строгую нормативную базу, которая позволит им извлекать выгоду из процесса цифровизации, которых они предпочитают придерживаться. Более того, эти процессы должны принадлежать сообществу. Относительно региональных приоритетов ФАО. Мы обязуемся своими знаниями, практикой, действиями и борьбой вносить вклад в решение региональных приоритетных задач ФАО. Мы отмечаем работу, проделанную совместно в течение прошедшего двухгодичного периода и просим далее и глубже привлекать ОГО в участии в работе регионального отделения ФАО для Европы и Центральной Азии для достижения намеченных результатов. Относительно инициатива «Рука об руку». Мы с интересом рассматриваем инициативу «Рука об руку», если мы будем принимать нестестороннее участие. Мы считаем положительной идеей партнерства на всех уровнях власти и в частности с органами местного самоуправления. Мы считаем, что общинные и социальные предприятия, кооперативы и другие формы циклической, солидарной и феминистской экономики могут быть созданы таким образом на основе партнерства в поддержку реализации устойчивых продовольственных систем и питания, особенно на территориальном и местном уровнях. С другой стороны, мы выражаем озабоченность по поводу преобладающей роли частного сектора и несогласованности с тем, что было предусмотрено в рамках десятилетия семейных фермерских хозяйств и в частности с глобальными и национальными планами, связанных с этой инициативой. Относительно саммита ООН по продовольственным системам. Наконец, мы чрезвычайно обеспокоены саммитом по продовольственной системе ООН. Нет ничего нового в том, что общественные движения и организованное гражданское общество, такие как Международный комитет по планированию продовольственного суверенитета, членом которого является нееление в Европе и Центральной Азии, постоянно осуждают структурное неравенство и промышленную продовольственную систему, которая является ключевыми факторами, приведших к нынешнему кризису. Наша повестка дня для перемен началась не с создания повестки дня до 2030 года, но то, что мы наблюдаем и с чем мы сталкиваемся, зачастую связано с отсутствием политической воли и возросшим влиянием корпоративной власти, которая формирует наши продовольственные системы. На первый взгляд кажется, что цели продовольственного саммита оправданы в нынешней реалии. Однако генезис саммита и его текущий процесс показывает, насколько сильно корпоративная власть формирует путь к саммиту и тем самым высвечивает серьезные конфликты интересов. Нас чрезвычайно беспокоит то, в какой степени корпоративная власть формирует путь к саммиту. Комитет по всемирно-продовольственной безопасности и, следовательно, механизм гражданского общества и коренных народов как важнейшая международная и межправительственная политическая платформа по продовольственным вопросам был подорван с самого начала процесса саммита. В то же время общественные движения и организации гражданского общества были намеренно исключены из процесса проведения саммита, в то время как организаторы сами выбирают людей, которых будет называть чемпионами, героями и так далее. Процесс рискует подорвать 25-летнюю работу по демократизации процессов принятия решения на международном уровне в области продовольствия и сельского хозяйства и модели взаимодействия, которая поощряет и ценит критическое участие тех, кто наибольшей степени страдает от отсутствия продовольственной безопасности и недоедания и в то же время вносит основной вклад в обеспечение продовольственной безопасности. Мы верим в солидарность и равенство. Мы считаем, что единственный путь для достижения цели устойчивого развития – это подход, основанный на правах человека. Мы ежедневно показываем вам этот путь и призываем к радикальному сдвигу в политике в области продовольствия и сельского хозяйства в сторону политики, основанной на продовольственном суверенитете и агроэкологии. Именно поэтому нам необходимо использовать на национальном и местном уровнях добровольные руководящие принципы ответственного регулирования землепользования и использования других природных ресурсов, добровольные руководящие принципы обеспечения устойчивого развития мелкого рыболовства, декларация о правах крестьян и других лиц, работающих в сельских районах, декларация ООН о правах коренных народов на основе обязательств государства в области прав человека. Теперь их надо продвигать и реализовывать. Спасибо большое.